Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, вы пишите следующее. Вы тяжело перенесли и, собственно, переносите до сих пор развод своих родителей. Вот. Вам еще больно морально и физически. Прошел год, вы узнаете, что у мам вашей появился мужчина, с которым она мило разговаривает по ночам, и для которого, судя по всему, она делает ремонт косметический в вашей квартире, где вы живете. Вместе, вместе со своим мужем, ребенком, мамой и, вероятно, будущим ее мужчиной. Ваш отец давно живет уже с любимой его женщиной, как вы говорите, и вы с этим смирились. Соответственно, принять мужчину, маму, новую, вы не готовы. Если он придет в квартиру, вы с своей семьей съедете. И, соответственно, ваш вопрос заключается в том, что делать и как реагировать. Ну, во-первых, я думаю, что здесь стоит обратиться к вашим чувствам и признаться в том, что свои чувства вы прожили несколько не до конца. В том плане, что... А больно до сих пор, в том плане, что маме своей вы не сказали о своей боли. Только вот что важно о своей боли, не о том, что вот ее обвинять нужно, да, а именно вот о том, что вы чувствуете. И мне кажется, что здесь как бы нюанс в том, как вы строите контакт с мамой, как вы строите контакт сами с собой. Знаете, я не удивлюсь, если вы человек по натуре сдержанный, если вы человек по натуре старающийся держать все в себе, при этом очень чувствительный и ранимый, но для других людей, кажущийся таким более, ну, более, может быть, стойким, более, может быть, сильным, вот. И мне кажется, что вот эта позиция ваша, которую вы, вероятно, несете сейчас, она вас и подвела. Конечно, может быть, другой расклад, я могу ошибаться, вот, может быть, вы боитесь маме что-то говорить, может быть, вы стыдитесь маме что-то говорить, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Вот, но выглядит все вот пока так. Вам нужно пережить развод родителей, вам нужно это отболеть, вам нужно это провалить. Вам нужно увидеть и включить в картинку своего сознания то, что делает для вас болезненным развод родителей, то, что мотивирует вас сопротивляться тому, что ваши родители развились и живут теперь отдельно, по факту каждый со своим новым партнером. То есть это как-то влияет на вас. Вам нужно увидеть это и научиться с этим жить. И, соответственно, вам нужно, как мне кажется, лучше разобраться в том, что означает не принятие нового мужчины вашей мамы. То есть, ну, что это для вас означает. То есть, никто не запрещает вам его не принимать. Но мне кажется, что есть некая привязанность к вашим родителям, при том, что у вас своя семья, при том, что у вас ребенок, при том, что вы можете съехать на квартиру другую, вы все равно продолжаете жить с мамой. И все равно вы не можете принять того, что они развились. То есть, мне кажется, что здесь вот в какой-то степени вы на своих родителей по-прежнему не смотрите как на людей, как на личности, как на мужчину и женщину. Но вы видите в них только маму и папу, при том, что мне кажется, что человек вы достаточно образованный. Мне кажется, что человек вы достаточно интеллектуально развитый. Вот. И, вероятно, здесь тоже вот где-то, ну, вероятно, излишняя рациональность где-то компенсирует излишнюю эмоциональность тоже где-то. Вам бы это вот в единое целое привезти, чтобы таких перекосов не было. Как реагировать и что делать, Елена, я не знаю. Не знаю, это и любой другой специалист, который вам ответит и который, я надеюсь, вероятно, будет с вами работать. Почему? Потому что это ваша жизнь. Потому что вам необходимо самой принять решение о том, как поступать. Но для начала, для того, чтобы принять это решение, необходимо, ну, нас тут опираться в принятии решения. И вот здесь, как раз таки, в опоре на что, как мне кажется, есть ключевой нюанс. Единственное сейчас, на что вы оправитесь сейчас на то, что я не готова к тому, чтобы у мамы кто-то был. А что это для вас означает? Что это для вас означает? Как это на вас влияет? Вы пишите. Я не отошла от их развода с папой. Что вы подразумеваете? Я родителей очень систины, люблю, люблю. Возможно, что вы их не просто любите, вы с ними находитесь в слиянии. Но это так больно. Я полагаю, что вы видите раз, что папа живёт в любимой женщине. Не любишь ты вы, а мама вообще за человеком, которого я не знаю. Что мне делать? Жить в своей жизни. Жить в своей жизни, как живут ваши родители. И вы совершенно правы, что не принимаете постороннего человека. Это верно. И вы не должны принимать постороннего человека. Понятно? То есть здесь вот чувствуется конфликт. Вы чувствуете себя незащищенно, когда появляется кто-то посторонний. Это для вас, вероятно, опасно. Когда люди, окружающие вас, расходятся вокруг, вы начинаете чувствовать угрозу. И с этой угрозой, вероятно, вы не знаете, что делать. Сюда и такое, вероятно, желание удержать родителей в месте. Несмотря на то, что они уже давно не в месте. Непонятно, что разве родители это травмы. Даже ваши достаточно уже в взрослом периоде. Поэтому необходимо вам с этими вещами работать. Здесь не советую, ну, Елена, а вам разбираться в себе, собственно, и учиться слушать себя. Я думаю, что лучше, что вы можете сделать это искренне, продолжаем поговорить с мамой без обвинения, без претензий и всего такого. Но я также думаю, что, если вы сделаете это сейчас, скорее всего, все скатся в обвинениях, претензиях и так далее. И вам, повторюсь, нужно, на мой взгляд, поработать над собой, вам нужна терапия. Вот, и после какого-то промежутка терапии, вы сможете, мне кажется, с вами поговорить. Я думаю, даже после одного-двух сеансов терапии. Вот. В целом, я вот могу вам сказать, ну, спросить у вас, да. Помимо семьи вашей, у вас есть еще в жизни что-то значимое, что вам нравится, вдохновляет и так далее. Потому что, вот, то, что вы говорите, касается только вашей семьи и, ну, совершенно очевидно, что, к своим родителям вы привязаны достаточно, достаточно сильно. Вот. Как мне кажется, прям, более сильно, чем, если, ну, в своем возрасте вы не отделились от них. Вот. И, как мне кажется, это связано с тем, в том числе, что ваша жизнь, она относительно односторонне может быть развита. Тогда было бы не лишним поинтересоваться различными сферами вашей жизни для того, чтобы измениться, если вы хотите измениться. Вот. Еще один вопрос, который я хочу вам задать. Значит, вот вы говорите, я не готов к этому человеку принять человека в дом. Ну, во-первых, мне кажется, что ваша мама, если действительно собирается жить с этим человеком, я, кстати, не очень понял, почему она собирается жить с ним. Вот. Почему бы ей, например, не уйти к нему, чтобы было бы логично в этих двух ситуациях. Откуда вы знаете, что косметический ремонт она сделала для него, вот, для своего местного личного человека. Может быть, она, короче-таки, к нему уйдет, а вам оставит этот дом или квартиру. Но, с другой стороны, если квартира новая у вас есть, то почему бы вы не ехали на нее раньше, не совсем, тоже понятно. Ну, так, наконец-то здесь ваши догадки. Вот. Но, в любом случае, если вы живете вместе на одной этой площади, мама в любом случае для нее с вами посоветоваться. Я думаю, что она знает, как вы относитесь к появлению нового человека в доме, да и любой, любой бы человек, который реагировал на появление незнакомого в своем доме, мягко говоря, не очень хорошо. Поэтому этот шаг должен быть серьезный, вот. Это первое. Второе. Вы пишите, что посоветуете, как реагировать и что делать. Посоветую ничего, потому что психологи не советуют. А как реагировать? А как вы хотите реагировать? То есть, вы же знаете, как реактор вызывает вас. Ну вот, проследите за этой реакцией, посмотрите, к чему она восходит и постарайтесь с вами выразить именно то, к чему восходит ваша реакция. Не саму, не саму ее внешнюю форму, а как можно глубже. Что делать? Что делать, чтобы что? На этом все. Я надеюсь, что он помог вам, а я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. До новых встреч! Продолжение следует...